Дайджест недвижимости Как отмечают эксперты портала, однушки в аренду подешевели в большинстве городов России. Падение цен в этом сегменте зафиксировано в 42 крупнейших городах страны, рост лишь в 27. В среднем по России снижение составило порядка 2%. Лидерами списка стали Казань, Липецк, Красноярск, Нижний Новгород и Брянск, где аренда подешевела на 9-12%. Снять однокомнатную квартиру стоит в среднем от 9 до 13 тысяч рублей в месяц. Рост в сегменте однушек продемонстрировали Сургут, Якутск, Иваново и Саранск. Дайджест недвижимости 300 квадратных метров в доме напротив драмтеатра продадут за 3,5 миллиона рублей. Мэрия намерена приватизировать нежилое помещение по адресу Преображенская, 53, говорится в постановлении на сайте городминистрации. Здание построено полвека назад, на торги выставлено помещение в подвальном этаже. Способ приватизации открытый аукцион стартовая цена 3 миллиона 419 тысяч рублей. Дайджест недвижимости Студенческие общежития в России могут заменить молодежными кооперативами. Такую идею озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями Палаты молодых законодателей. Она предложила отказаться от общежитий в нынешнем виде и отметила, что новые проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей. Сами жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату, отметила парламентарий. Даже 50 квадратных метров для начала неплохо, ведь потом молодой человек сможет заработать и улучшить свои жилищные условия, цитирует Матвиенко РИА Новости. Спикер Совета также вспомнила советскую практику молодежных кооперативов и предложила давать молодежи беспроцентные займы, снимая часть оплаты после рождения детей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости